Приветствую вас на нашем военном канале. Сегодня мы подготовили для вас новый материал о реальности постановки на боевое дежурство межконтинентальной баллистической ракеты Сармат. Или это пропагандистская уловка. Но прежде чем я начну, хотел бы напомнить о важности лайков и подписки на канал, если конечно еще не сделали этого. А после просмотра, поделитесь своим мнением в комментариях или просто поставьте плюс. Межконтинентальная баллистическая ракета Сармат действительно стала символом воинственной риторики в России, которая активно используется в пропагандистских целях. О ней поют песни, она преподносится как главное средство демонстрации силы. Макеты Сармата устанавливают на автомобили для участия в патриотических пробегах, постоянно упоминают на телевидении. Уважаемые товарищи, я поздравляю вас с успешным пуском межконтинентальной баллистической ракеты Сармат. Это большое, знаменательное событие в развитии перспективных систем вооружения российской армии. Аналогов ему в мире нет и еще долго не будет. Отсюда и спешка в передаче «Сырой. Ракеты в войска». Первые серийные образцы МБР Сармат поступили в 62-ю ракетную дивизию в Ужуре, Красноярского края, в 2022 году и в 13-ю ракетную дивизию в Ясном, Оренбургская область. По сообщениям российских чиновников, ракеты были поставлены на боевое дежурство 1 сентября 2023 года. Сообщение растиражировали все СМИ РФ, и это звучало как победа. И вот ко дню знаний поручение Верховного Главнокомандующего выполнено. Еще в феврале 2023-го президент РФ говорил о планах поставить Сармат на дежурство в 2024 году. Однако реальность развития этого проекта вызывает множество вопросов. Если ракета Сармат стояла на боевом дежурстве, то по каким целям в сентябре 2024 года производили запуск и произошла катастрофа на космодроме Плесецк? А если это было испытание, то как она могла стоять на боевом дежурстве? В обычной практике разработки вооружений сначала проходит длительный цикл испытаний. Любое новое оружие, особенно такое сложное, как межконтинентальная баллистическая ракета, должно пройти несколько фаз, от бросковых тестов до полевых испытаний. Только после успешного завершения этих этапов система может быть принята на вооружение. Но, как оказалось, в случае с Сарматом этот процесс был нарушен. На самом деле Сармат находится в разработке уже более 13 лет и его внедрение на боевое дежурство неоднократно откладывалось. Впервые он был представлен публике в виде анимации в 2018 году. Однако, несмотря на визуальный триумф и высокие ожидания, комплекс долго не мог достичь стадии полноценной эксплуатации. Заявления о готовности Сармата начали звучать еще в 2022 году, когда президент продемонстрировал анимацию комплекса и объявил его уже принятым на вооружение. Сармат это очень грозное оружие. В силу его характеристик никакие даже перспективные системы про ему не помеха. А что? Ракета, которая уже поставлена на вооружение, и ракета, про которую уже снят мультфильм, и ракета, в честь которой уже показания курсируют Сармата, прости господи, Мобилия, нуждается в испытаниях? Я просто думала, это происходит в обратном порядке. Сначала испытания, потом они все происходят успешно, а потом она встает на вооружение и про нее начинают снимать победные мультики. Разве не так? Ну, получается, что не так. Как раз вот по уму, вот ровно так, как вы перечислили, да. Сначала разрабатывают, потом испытания, там целый цикл этих испытаний, от бросковых до пусковых там и полетных, и только после этого официальное принятие на вооружение. Ну, тут же как бы начальник-то главный показал мультик и сказал, что она уже принята на вооружение, и, соответственно, куда деваться? Пришлось ее принимать. Это было в 22-м году, насколько я помню. Но она к этому времени была абсолютно не готова, еще даже близко не готова. И, по всей видимости, после этого было велено ускоряться, раз начальник сказал, что ее надо на вооружение ставить. Вот, ускорились, но проблема заключается в том, что есть некоторые процессы, которые ускорить нельзя. Дерево не вырастет быстрее, чем вот оно растет, сколько им времени нужно дорасти, да, определенные. Вот плюс-минус с разработкой оружия происходят такие же, кстати, вещь. Есть четкие протоколы, да, ну, еще с советских времен, для того, чтобы ракета, межконтинентальная, баллистическая ракета, на минуточку, да, это все-таки серьезное оружие. Десятки лет уходят на разработку одного изделия. Вот, она, чтобы она была принята на вооружение, она должна пройти цикл испытаний пусковых. Есть отдельно еще бросковые испытания там, но это все отдельно стендовые, это все до этого. Но вот пусковых испытаний должно быть не меньше 30, а лучше 40, из них 10 подряд должны быть успешными. Тогда ее принимают на вооружение. На данный момент Сармат пускали, насколько я помню, 6 раз, один раз удачно. И то, это, как сказать, удачно. Он взлетел и полетел. Не взорвался сразу вот на земле, как сейчас, а вот взлетел и куда-то полетел. И вот это у них вроде как успешное испытание, считается. Так что, да, ракета не готова, но на вооружение принята. Такой вот парадокс. Возникает закономерный вопрос. Если Сармат не готов, почему он был официально объявлен в составе вооружения? Ответ лежит в политической плоскости. В условиях усиленной напряженности с Западом, Кремль может использовать ракетный комплекс как элемент информационной войны и средство давления. Заявление о его способности преодолевать любые системы противовоздушной обороны и наносить удары через оба полюса, больше направлены на поддержание имиджа сильной державы внутри страны, чем на реальную боевую готовность. Таким образом, Сармат на данный момент остается проектом скорее готовым к показу, чем к реальному использованию. Официальные заявления о его принятии на вооружение, по всей видимости, были сделаны преждевременно, и проект нуждается в дальнейших доработках и испытаниях. Этот пример подчеркивает, как политизация может превратить технически сложный проект в инструмент пропаганды, даже если он еще не готов к полной эксплуатации. Спасибо за просмотр. Мы ценим ваше внимание и стараемся работать для вас, чтобы предоставлять самую актуальную и интересную информацию. Заходите на наш канал, здесь вас ждет более тысячи увлекательных видео на военную тематику, от новейших технологий до исторических обзоров. Если вам понравился этот материал, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы всегда быть в курсе новых выпусков. Мы рады каждому новому подписчику и будем продолжать радовать вас качественным контентом.